Всем привет, мои хорошие! С вами Акемили. И сегодня мы с вами будем кушать вкуснейший просто жульен. Посмотрите, какая красота! Он еще горяченький, только что из духовки. Дальше у нас здесь болгарский перец, который я нарезала по авторской методике. Посмотрите, какая красота! За это мне должны дать премию, между прочим. Вот. Давайте приступим к еде. Не знаю, смогу все съесть или нет. Под прошлым видео с курицей мне один парень написал. Вроде как это парень. У тебя такой огромный желудок, или ты потом два пальца в рот. Я не считаю, что я много ем, ребят. Мы все столько едим. Просто вы не замечаете, сколько вы едите. Каждый человек считает, что он мало ест. И это уже, мне кажется, норма. Ребят, мне в инстаграме начали писать, по-моему, 4-5 человека. Доставка суши, про которую я вам рассказывала. Japan's Garden sushi. Пишут, Айка, зачем ты нас обманываешь? Доставка-то у них платная. И этот сет стоит 45 монат. Я спросила. Я, значит, спросила у Japan's Gardens уже. Вы ни слова не говорите про промокод. Вы не говорите, что вы увидели это видео на канале Айки Эмили. Они же не могут всем подряд продавать этот сет за эту сумму. Это просто невыгодно. То есть вы ничего не говорите про промокод. Ничего не говорите про мое видео. И ждете скидку. Вода прям обалденная. Вот поэтому еще раз говорю тем, кто не понял. Вы обязательно должны сказать, что вы увидели видео на моем канале. Сказать промокод Айка Эмили. И вот только в этом случае вы получаете скидку. А просто так, если вы интересуетесь, то вы эту скидку не получите. А потом пишут мне обман. Я пишу. А вы спросили про промокод? Они сказали нет. А зачем? Я говорю, так скидка делается. На промокод. И что мне ответили? Так, я подписана на вас. Можно же было заметить, что я подписана на Айку Эмили. Уточняйте. Ребята, уточняйте. Три человека мне написали с этой проблемой. Я надеюсь, что все поняли. Очень вкусно. Мамочка завтра уезжает, поэтому бонусом решила сделать мне жульен. Долго мамы не будет. Наверное, где-то месяц. Может, даже больше. Представляете? Сначала я тоже хотела поехать. В принципе, я могу получить разрешение. Но к сожалению, из-за работы я не могу. Под работой я подразумеваю свою основную работу. У меня есть несколько встреч, которые должны пройти. Вот прям скоро я один раз пробовала жульен в одном из ресторанов. И внутри жульена был волос. Моя подруга съела половину жульена и обнаружила, что там волос. Позвала официанта и показала, что вот, смотрите, здесь волос. С нее не взяли деньги. Принесли новую тарелку жульена и еще извинились. Вот в некоторых местах такой сервис бывает. Ребята, как вкусно! Хоть жирные но в этом, мне кажется, как раз-таки и фишка. То, что он такой жирный, вкусный. С этим освещением как будто у меня лицо желтое. В общем, мама едет в деревню. Я собрала все ненужные вещи в своей сумке старые. У меня есть такие сумки, которые абсолютно новые, просто они мне не нравятся. Или по каким-то причинам я их не ношу. у меня есть две сумки, которые мне подарил бывший. Я просто их не ношу, потому что ну как-то неправильно. я все это в баул маме. Пусть отвезет в деревню. И я еще барахольщица, еще та. То есть я люблю, когда вокруг меня вещи. Например, нужно для макияжа пять кистей. А мне нравится, когда, например, на полке кистей так сорок. Я это все приветствую обеими руками, но когда я увидела Фатю, точнее шкаф Фати, там у нее юбки, которые она не носит, например, с 15 лет. Это все лежит. Я поняла, насколько мы с Фатей похожи. Я раньше думала, Фатя не барахольщица, только я барахольщица. Оказывается, мы обе одинаковые. У меня тетя, мамина сестра, хоть у нее огромный дом, она просто ненавидит ненужные вещи. Она говорит, что это создает бардак. Здесь пакеты, там вещи. Не нужно отдай. Нужно носи. не покупать слишком много. То есть, она минималист. И ее раздражает вот это вот повсюду вещи, 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 вещи. А мне наоборот нравится. Но все же, из-за того, что кофта, ой, кофта, комната у меня маленькая, это на видео она кажется, знаете, огромная. На самом деле, у меня комната очень даже маленькая, и ничего не умещается. Особенно после того, как я вынесла. Ой, я испугалась, господи. Это бабушкин телефон. Давайте вам покажу. Маме показывать не буду, но вот такой вот телефончик. Я отдала телефон бабушке. Бабушка так радуется, когда кто-то ей звонит. лет семь назад, когда ее дочери, сыновья предлагали ей купить телефон, она говорила, нет, зачем мне? Я пожилой человек. Зачем мне нужен телефон? То есть была категорически против покупки телефона. А сейчас она просто обожает свой телефон. У нее до этого был такой раскладушка, и когда он испортился, бабушка каждый день говорила, почините мой телефон, почините мой телефон. каждый раз, когда телефон звонит, она такая радостная бежит к своему телефону. Ура, мне кто-то позвонил. Это так мило. Это нереально мило. Я свою старость представляю так. Я лежу, по руках у меня планшет. Заказываю себе какую-то вкусную еду. Лежу и ем. Потом сплю. Потом опять лежу. Я целый день буду сидеть в интернете. Смотреть других пенсионеров. Смотреть других пенсионеров. Вообще, мне кажется, с каждым годом молодежь будет все менее и менее активная. Все будут зависимы от интернета. Но это неплохо. В зависимости от интернета, это независимость от наркотиков. есть такие люди, они говорят, я не хочу дожить до старости, я не хочу быть старой, я не хочу быть беспомощной, а я хочу прожить долго. Потому что жизнь, она прекрасна. Я уже доела. Обалденно. Очень вкусно. Кто считает, что я много ем, я абсолютно не согласна с вами. Я считаю, что если перед вами положить такой вкусный жульен, вы тоже его съедите прям до конца. Я просто ем на камеру, и это кажется, что это много. На самом деле, это обычная порция. Прям жирный, такой смачный. В общем, на этом все. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Также обязательно в инфобоксе я вам оставлю ссылочку на такое вкусное жулье. Всем пока!